друзья всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы развиваем учрение инвесторов говорим о создании инвестиционных портфелей сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о будущем российских облигаций у нас недавно произошло неприятное событие московская биржа приостановила торговлю облигациями роснано и когда говорим про облигации конечно мне больше хочется поговорить про облигации о фазе так как они являются наиболее надежными нужно понимать что облигации все друг с другом связаны мы неоднократно уже про это говорили и здесь есть три характеристики доходность надежность ликвидность то есть если у нас есть надежные облигации о фазе есть там vdo высокодоходные облигации они отличаются на самом деле риском до риском дефолта и соответственно в высокодоходных облигациях более высокая доходность но и более высокие риски дефолт я вообще бы на самом деле не советовал сейчас связываться с высокодоходными облигациями российских компаний в данном видео поговорить о том что ждет облигации о фазе почему именно про это потому что в настоящий момент большое число частных инвесторов инвестирует в облигации потому что это Это являются консервативными инструментами, это являются достаточно ликвидными инструментами. Люди у нас очень осторожно смотрят на финансовые рынки и сейчас потихоньку начинают расти доходности. То есть вроде бы кажется, что есть привлекательный уровень для того, чтобы покупать. Но давайте все-таки поговорим о будущем, что нас ждет, что происходит в настоящий момент, что влияет на доходность облигаций, помимо срока погашения, надежности и ликвидности облигаций. Итак, если говорить относительно российских облигаций, именно про этот блок мы говорим в настоящий момент, то на доходность облигаций, на прогнозирование будущего, я говорю именно про Россию, сказывается несколько факторов. То есть первый фактор это в принципе ситуация на глобальном рынке сырья. То есть что происходит на рынке сырья, растут цены, не растут, какая взаимозависимость здесь получается. Вот в данном видео мы говорили про то, стоит ли ждать дефолт в России, дефолт по облигациям как раз таки российским. И мы говорили о том, что влияет на стабильность российского бюджета, что влияет на дефолт по облигациям. И здесь нужно понимать, что если мы говорим именно про облигации ОФЗ, то здесь вопрос будущей доходной части бюджета, из чего она складывается, как она непосредственно формируется. И поэтому сейчас о стабильности бюджета пока в ближайшее время говорить что-то плохое нет смысла, потому что цены на сырьевые товары высокие. Курс доллара находится на достаточно высоком уровне, значительно более высоком, чем он должен быть при текущих ценах на сырьевые товары. И поэтому у государства достаточно средств для того, чтобы обслуживать свой долг. Но что влияет на цену, помимо всего прочего, помимо того, что вероятность дефолта или вероятность отсутствия данного дефолта? Во-первых, это процентные ставки Центрального банка России. То есть облигации очень активно и оперативно влияют на процентную ставку. То есть какая процентная ставка будет определена Центральным банком. В свою очередь на процентную ставку Центрального банка влияет инфляция. То есть инфляция разгоняется, чтобы замедлить инфляционные ожидания, повышает процентную ставку. И тогда, соответственно, кредиты становятся более дорогими, экономическая активность уменьшается, потребительская активность уменьшается, инфляция начинает снижаться. Рост процентной ставки как реакция на рост инфляции приводит к тому, что облигации тоже начинают у них, доходность у облигаций начинает расти. А рост доходности облигаций это снижение цены самой облигации. Это говорит о том, что центральный банк уже провел ряд повышений процентных ставок. Инфляция по-прежнему пока в стране высокая, инфляционные ожидания, по мнению центрального банка, находятся на высоких значениях, и вероятность повышения процентной ставки центральным банком, она сохраняется. И многие аналитики сходятся во мнении, что может быть еще до первого-второго квартала 2022 года центральный банк может повысить процентные ставки, и в этом случае доходность облигаций может еще вырасти, и поэтому облигации в цене потеряют. Как это отразится непосредственно на инвесторах? Но если вы находитесь в облигациях, вы должны понимать, что тело облигации, номинал, по которому она торгуется, будет снижаться. То есть с вашим купоном, с вашей доходностью в погашении, когда вы покупали, ничего не произойдет. Но сама цена облигации, она опустится вниз. И здесь, соответственно, вариант номер один – это выйти и перезайти пониже. Вариант номер два – просто получать купонный доход и реинвестировать его в снижившейся в цене облигации. Ну и третий вариант – в принципе ничего не делать, получать там текущий купонный доход. Второй фактор, который влияет на процентную ставку, наряду со ставкой Центрального банка России, в принципе, какие ставки существуют в мире. Вот в этом видео мы говорили про операции Carry Trade, что это такое, как они влияют на курс рубля. То возвращаясь в сегодняшнее реалии, что нужно понимать? Нужно понимать, что операции Carry Trade – это разница на игре процентных ставок. То есть если процентная ставка в России выше, а в Америке она, допустим, составляет 0, то тогда российские рублевые облигации являются интересным объектом для инвестиций. То есть спекулянт играет на разнице процентных ставок. Он занимает в долларах под низкую процентную ставку, доллары приводит в Россию, здесь их непосредственно продают, получает рубли. Эти рубли вкладывает в облигации и, соответственно, к чему это приводит? Первая реакция, последствия первого порядка. Заняли доллары, доллары привезли в Россию, в России их продали. То есть спекулянты приводят очень много валюты, эту валюту продают, в России ее непосредственно покупают. Это локально приводит к укреплению рубля. Второй момент. Полученные рубли начинают инвестироваться в облигации. То есть возникает сиюминутный спрос на облигации российские. То есть много желающих купить, мало желающих продать, то есть облигации начинают расти непосредственно в цене. И получается, что в таком случае в операции корритрейдеров у них есть тройной доход. Они зарабатывают на росте цены облигации, они зарабатывают на укреплении рубля, потому что долларов много привозят. Они зарабатывают на получение купонного дохода от облигаций. Когда происходит обратная история, то есть корритрейдеры начинают бежать с российского рынка. То есть вся вот эта вот структура, конструкция, она начинает разворачиваться в обратную сторону. То есть облигации начинают продавать. Причина для разворота, что процентные ставки, привлекательность операции корритрейд становится низкой. Причиной может стать снижение долларовой ликвидности, рост процентных ставок по долларам непосредственно на межбанковском рынке, рост стоимости кредитования по операциям РИПО. То есть вдруг возникает спрос на доллары. И что тогда происходит? Вот эти вот все корритрейдеры, когда у них вот эта конструкция сформирована, она разворачивается. Они продают облигации. То есть возникает большое число желающих продать. Цена на них начинает снижаться. Получают от проданных облигаций рубли, за эти рубли покупают валюту и валюту возвращают, соответственно, назад. Или чтобы отдать этот кредит, или чтобы купить привлекательные активы, номинированные в более крепкой валюте, потому что процентные ставки будут расти. Когда мы говорим о том, чего ждать от облигаций России, нужно спрогнозировать, да, а что происходит с процентными ставками в Америке. Что происходит с глобальной ликвидностью. То есть есть ли вероятность того, что стоимость денег в долларах и евро, она увеличится. А вероятность такая есть. Потому что инфляция сейчас в США по итогам октября 6,2%. Инфляция в еврозоне разгоняется выше 4,2%, ну от разных стран зависит. О чем это говорит? О том, что меры стимулирования финансового через печатные станки, через нулевые процентные ставки будут ужесточаться. Я не говорю, что это произойдет прямо сейчас. Но, тем не менее, реакция центральных банков на рост инфляции, она будет заключаться в снижении вот этой вот ликвидности. Или в ожидании повышения процентных ставок. И, соответственно, кэрри-трейдеры будут действовать на опережение, да. То есть они будут продавать, соответственно, рублевые облигации, потому что для них операции кэрри-трейд станут невыгодными. Они начнут тянуть убытки. И, соответственно, мы можем увидеть разворот всей этой конструкции в обратную сторону, что может, опять-таки, привести к снижению облигаций в цене. То есть на снижение облигаций в цене может повлиять, во-первых, продолжение фазы роста процентных ставок центральным банком России. Снижение привлекательности операций кэрри-трейд, которые могут наблюдаться в случае повышения процентных ставок в Америке. Или даже в случае ожидания повышения этих процентных ставок, если инфляция дальше будет находиться на высоких значениях. И третье – это, соответственно, сырьевые рынки. То есть насколько у нас будут высокие цены на сырьевые товары. И здесь, почему для этого важно, насколько стабилен или нестабилен рубль. То есть цены на сырьевые товары, они также зависят от процентных ставок в Америке. То есть если долларовая ликвидность станет дорогой, если печатные станки выключат, а мировая экономика непосредственно замедляется при растущей инфляции, мы ходим в фазу стекфляции, то в этом случае цены на сырьевые товары, что такое ставка инфляции? Растущая инфляция и падающая экономика. И в этом случае может быть ожидание снижения потребления сырьевых товаров. Ожидание снижения цен на сырьевые товары, опять-таки, будет негативно влиять на разницу процентных ставок. И тут получается у кэрри-трейдеров, у них получается тройной удар происходит. То есть облигации начинают падать в цене, рубль начинает ослабевать, то есть у тебя уже рублевой переоценки нет. Купон у тебя, с одной стороны, начинает расти, но у тебя начинает снижаться целый кредит. И ты начинаешь бежать просто, начинаешь бежать от риска. И все-таки, что бы там ни говорили, российская экономика относится к развивающимся экономикам, относится к сырьевым экономикам. И в этом случае можно увидеть падение облигаций в цене, рост доходности. Что же делать инвесторам в такой ситуации? Самый главный вопрос. Но опять-таки, первое, я считаю, что нужно спокойно дождаться, когда это произойдет. Когда мы увидим там двузначные цифры доходности по облигациям. То есть что нужно понимать, инфляцию в любом случае будет сдерживать. Сдерживать инфляцию будет путем повышения процентных ставок. Повышение процентных ставок, если действительно будет проблема с глобальным долгом во всем мире. То есть мы сейчас привязываем глобальные проблемы непосредственно на российские облигации. Глобальный долг, он очень высокий, он очень большой. Инфляция разгоняется, ее пока не удается поставить под контроль. И уже многие признают, что она не будет носить временного характера. Понятно, что в любом случае ответом будет служить повышение процентных ставок. Если процентные ставки будут повышаться, стоимость обслуживания всего мирового долга будет расти. И долг будут распродавать. И здесь еще тоже на цену облигаций влияют, в принципе, как инвесторы смотрят на облигации развивающихся стран. Не только на российские, но и на другие. И если там начнутся распродажи, то есть Россия тоже попадет в эту распродажу. Так что же делать все-таки инвестору? Я думаю, что, ну, во-первых, нужно с осторожностью, в принципе, быть в данных классах активов в настоящий момент, потому что доходности будут расти. Как минимум, первой причиной для этого является продолжающийся процесс повышения процентных ставок Центральным банком России. Во-вторых, подписаться на наш канал, чтобы держать руку на пульсе. В-третьих, риск снижения привлекательности операции Carry Trade действительно присутствует. И мы можем увидеть еще большую силу продавцов на рынке долга. Четвертое. Долгосрочно мы при этом можем увидеть двузначные цифры доходности по высоконадежным облигациям российских. И если вы человек, который занимается накопительством, если вы человек, который не приемлет для себя значительные уровни риска, мы можем действительно увидеть по рублевым облигациям со средней дюрацией 5-7 лет в перспективе 6-12 месяцев доходности в районе, может быть, 15. Я не исключаю 20% на более дальнем конце кривой доходности. Это то, что для себя можно зафиксировать, как для инвестора. При этом в доходность, если мы говорим о доходности 20%, это среднегодовая доходность российского рынка за 20-летний промежуток времени. То есть это, с одной стороны, люди, кто находятся уже в активах, для них это опасно. То есть это может произойти существенная коррекция. С другой стороны, с купонами ничего не произойдет. Мы опять-таки говорили про риск дефолта. Дефолта, скорее всего, не будет, и поэтому государство будет расплачиваться. Вопрос – это будет рублевая доходность. Если для вас важна рублевая доходность, то люди, которые сейчас сильно проинвестированы, и физические лица, наверное, в меньшей степени, в большей степени это касается банков, которые проинвестированы сейчас в облигации, у вас, соответственно, будет возможность, которая была там и в 2008-2009 годах, которая была в 2014 году на евробандах, еврооблигациях. Также в 2022 году будет возможность действительно покупать облигации с привлекательной доходностью к погашению, когда вот эти вот облигации начнут снижаться в цене. Ни в коем случае не призываю шортить облигации, то есть не нужно ставить на падение облигации, потому что это все-таки плечо. Я бы действительно, понимая вот эти факторы, которые влияют, непосредственно готовился. То есть готовиться можно в настоящий момент. Если вы регулярно отчисляете денежные средства для инвестиций в облигации, копите их пока на счетах копилка, во многих банках есть, трех-шестимесячных, да, то есть с пропорциональным распределением 50 на 50 рублей доллара. Чтобы убрать валютную составляющую в риске нахождения этих денег, когда же облигация непосредственно снизится в цене, у них будет привлекательная доходность, то, соответственно, вы сможете купить и эффективно разместить свою рублевую составляющую своего инвестиционного портфеля. Мы обязательно будем за этим следить, мы выпустим обязательно видео, когда эти доходности станут привлекательными, поэтому, чтобы не пропустить это, подписывайтесь на канал, щелкните колокольчик на уведомления, обязательно получите уведомление о выходе видео, посвященном облигации, когда они станут привлекательными к покупке, с тем, чтобы отпустить этот вопрос, самому не контролировать, а получить эту информацию непосредственно от нас, от нашего проекта. У меня же на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.